Традиционная ярмарка выходного дня под открытым небом прошла в минувшие выходные на Магаданской площади. В ней приняли участие более сотни сельхозпроизводителей, несколько десятков видов своей продукции, выращенной собственными руками. Они представили требовательным и придирчивым покупателям. Помимо ценителей натурального производства, ярмарку посетили и первые лица Колымы – губернатор Магаданской области Сергей Носов и мэр Магадана Юрий Гришан. Они осмотрели торговые площадки, пообщались с продавцами и каждого поблагодарили за их важный и непростой труд. Уважаемые колымчане, дорогие друзья, вы знаете, ярмарка выходного дня востребована и любима магаданцами, всеми жителями Магаданской области. Это возможность без посредников, без наценок. И реализовать свою продукцию, выращенную в достаточно тяжелых условиях, это с одной стороны. А с другой стороны, есть возможность нашим гражданам, нашим жителям купить свежие продукты без химикатов, без примесей, по тем ценам, которые могут устроить наших жителей на данный момент. Еще раз, это не магазинные цены, это прямая связь между производителем и потребителем. За многие годы ярмарка действительно полюбилась и приобрела популярность среди горожан. На ней можно приобрести не только свежие продукты, мясные, кисломолочные и кондитерские изделия, а также овощи, зелень, ягоду и изделия народного промысла. Ярмарка также позволяет существенно сэкономить, ведь продукцию продают без наценок и самодурных накруток. Мы понимаем, что Магадан не может произвести в силу своих особенностей столько сельхозпродукции, сколько производит Ольский район, Хасынский район, Сусуманский, Ягоднинский, Средниканский район. Действительно, если мы доведем обеспеченность той продукции, которую легко можно вырастить на территории Магаданской области, наверное, мы обеспечим свою продовольственную безопасность и не будем зависеть от того, придет пароход в порт Магадан или не придет. Я благодарен всем тем, кто в течение всего лета выезжал, торговал здесь. Ярмарки не заканчиваются, даже если наступит холода, подписано постановление губернатором, вы уйдете на рынок фреш и любимая ваша ярмарка будет продолжаться все 12 месяцев в году. Прошедшая в выходные дни ярмарка стала своеобразным подведением итогов традиционных рынков выходного дня. Сейчас при наступлении холодов продавцы для своей торговли перейдут в более теплые и комфортные условия рынка фреш. Магаданское издательство «Охотник» совместно с российскими поэтами и писателями создали уникальный проект – книгу «Картины город Магадан». Ее презентация прошла на прошлой неделе в Магаданском областном краеведческом музее. Сегодня у нас настоящий праздник, потому что мы презентуем книгу «Картины город Магадан». В прошлом году осенью, приблизительно в это же время, у нас была презентация в Русском музее с этими же авторами. В этом году, через год, вышла книга, которая называется «Картины город Магадан». Это проект наш совместный с краеведческим музеем магаданским. В него вошли те работы, которые хранятся в фондах Магаданского краеведческого музея. Дело в том, что в музее, к сожалению, нет достаточного количества помещений, чтобы можно было сделать достоянием всех те работы, которые хранятся в запасниках, в фондах. И мы решили таким образом хоть какую-то часть работ, скульптур, графику, живопись показать людям, живущих на Колыме. Но и не только на Колыме, потому что эта книга продается, например, в Москве. В этом проекте задействовано более сотни людей. Писатели, поэты, художники, журналисты, литературные критики, сотрудники Русского музея и Магаданского областного краеведческого музея. В этой современной книге возле каждой картины представлен QR-код. Считывая его, вам откроется видеофрагмент, в котором участники проекта читают стихи из книги. Поэтому мы сегодня пригласили сюда авторов. Но авторы приехали не все, а только четыре автора. Те, кто принимал участие в жюри конкурса «Смеющийся пеликен». Потому что у нас сразу несколько мероприятий, в том числе подведение итогов конкурса «Смеющийся пеликен». Ну вот, я думаю, ребятам будет приятно услышать, что Даниил Софин стал победителем в старшей прозе, а Таня Зотова стала победительницей в конкурсе «Смеющийся пеликен» в младшей прозе. Картины «Город Магадан» о Севере, о Колыме, о художниках и их произведениях. В ней представлено 60 картин, и о каждой известными поэтами написано стихотворение. Поэты известны на всю страну. Андрей Усачев, Анна Игнатова, Наталья Карпова, Галина Дядина, Сергей Мохотин. Книга вышла месяц назад и уже прибыла в Магадан тиражом 15 тысяч экземпляров. Верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной? Лично я нет. В силу своего скептицизма я убеждена, что рано или поздно между ярыми друзьями противоположного пола все же возникнут чувства романтического характера. Появится друг другу сексуальное влечение. С одной стороны, это и неплохо, но только при условии, что данное влечение не пересекается и не нарушает статьи Уголовного кодекса. Яркий пример такой неправильной дружбы между представителями противоположного пола с сексуальным влечением произошел в одном из колымских поселков. В один из вечеров подвыпивший и ранее судимый друг пришел в гости к своей подруге и начал ей уделять знаки внимания. Все бы ничего, вот только парню 19 лет, а его подружке еще и 14 не исполнилось. 7 августа текущего года обвиняемый, находясь в квартире со своей знакомой несовершеннолетней и достоверно зная о ее возрасте, совершил в отношении нее действия сексуального характера. Следствием проведен необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, который позволил достоверно установить обстоятельства совершенного преступления. В ходе допроса по существу обвинения мужчина полностью признал свою вину. В настоящее время собраны достаточно объем доказательств, в связи с чем уголовное дело передано в прокуратуру для решения вопроса об утверждении ввинительного заключения. Мужчине предстоит ответить по статье 132, часть 4, пункт Б Уголовного кодекса Российской Федерации «Действие сексуального характера в отношении несовершеннолетней». И если суд признает его виновным, то ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. На днях Дорожная инспекция ОНФ в Магаданской области проверила участки дорог, введенные в эксплуатацию после ремонта в 2020 году, и побывала на участках, готовящихся к сдаче в конце октября текущего года. Журналисты «Вечерню Магадана» тоже присоединились к данному мониторингу. В ходе мониторинга основной участок, который вызвал нарекания со стороны проверяющих, находился в паре километров от поселка Стекольный. По словам представителей регионального ОНФ, ремонтные работы на нем завершились еще в прошлом году. Их выполняла подрядная организация, аффилированная с экс-депутатом областной думы. Но дорога не продержалась и года. Ее нынешнее состояние всячески говорит о том, что ремонт нужно начинать заново. Данный участок – это ФАД Колыма в районе поселка Стекольного. Дорога находится на гарантийном обслуживании. В прошлом году она сдана. В этом году мы видим многочисленные разрушения дорожного покрытия. Дорогу разрывает. Разрушение обочин. То есть подрядчик выполнил работу недобросовестно. Эта дорога нуждается полностью в переделке. Далее были осмотрены участки, готовящиеся к сдаче в конце октября текущего года. На всех ведутся работы по устройству выравнивающего слоя и дорожного полотна. Там, где работы по укладке уже закончены, асфальт ровный и внешне выглядит хорошо. Остались лишь работы по устройству обочин, установке ограждений и нанесению разметки. В данный момент мы находимся на участке капитального ремонта в районе реки Неорчан. То есть мы проехали уже большой участок дороги. Видим везде производство работ, асфальтирование, приведение в нормативное состояние. Я вижу, что кое-какие участки уже в этом году, в октябре месяц, в конце октября будут сданы. Пока нареканий нет, а остальное покажет время.